Грабель привел юношу в Берлинский цирк, где номер Вольфа Мессинга очень скоро стал гвоздем программы. В большом стеклянном гробу три дня в неделю он лежал на грани между жизнью и смертью. Природа его одарила каким-то даром сверхъестественным, который нам, людям, сегодня еще, наверное, непонятен. Это такие небольшие штрихи сил, энергии, талантов, которые человеческий организм, человеческий мозг, наверное, владеет. И у него, я думаю, это было в невероятной степени развито. Платили Мессингу пять марок в сутки. Для бедного ребенка, привыкшего к постоянному голоданию, это казалось баснословной суммой. Но именно в Берлинском паноптикуме уникального артиста заметил ученый Альберт Эйнштейн. Он пригласил Мессинга к себе, решив проверить его способности. Юношу проводили в кабинет, где помимо ученого находился известный психоаналитик Зигмунд Фрейд. Он мысленно приказал Мессингу подойти к туалетному столику, взять пинцет и выщипнуть из пышных усов Эйнштейна три волоска. Мессинг без затруднений выполнил задание. Мысли собеседников уже давно не были для Мессинга тайной. Перед уходом Мессинг сказал Эйнштейн. Я вижу, что в 1921 году вы получите серьезную награду. Эйнштейн усмехнется и не придаст значения этим словам. А в 1921 году за свою теорию квантов легендарный ученый получит Нобелевскую премию. Я не помню случаев, когда кто-то рассказывал, я где-то читал или лично сталкивался с его ошибками. Он как-то сказал моей маме, что если врач на 50% успешен в своей практике, он уже считается великим врачом. Мессинг, он о себе любил говорить или всегда говорил в третьем лице, Мессинг не должен совершать ни одной ошибки. Своё первое серьезное пророчество Мессинг делает в 1914 году. Несколько месяцев его не покидает чувство надвигающейся беды. Мессинг видит, как по улицам европейских городов идут усталые солдаты, кругом бомбежки, страдания и крики людей. Летом 1914 года Мессинг назовет точную дату начала Первой мировой войны. В начале августа этого года Европа будет охвачена войной, которая закончится спустя 4 года в 1918 году. Мессинг не ошибся. 1 августа 1914 года Германская империя объявит войну России. И это станет началом одного из самых кровопролитных конфликтов 20 века. Мессинг возвращается в Польшу. На родине имя человека, который предсказал войну, знает каждый. Люди ищут встреч с пророком, просят помочь найти пропавших на войне близких. За тайными консультациями к Мессингу обращаются даже политики. Каждый день к нему приходят десятки людей. Он знает мысли каждого из них. Кто-то проверяет его, пытается понять, кто он такой. Великий колдун или слуга дьявола? Шарлатан, обычный фокусник или сильный гипнотизер? Но Мессинг не подходит ни под одно из этих определений. Кто я? Не знаю. Знаю лишь одно. Сила, которой я обладаю, самая главная загадка, разгадать которую не могу даже я сам. Он очень мучился. Он очень мучился. Он это нам говорил, моя мама Зиночка. Мне так тяжело, потому что я знаю, что они думают. Я общаюсь с людьми, я все время... Вот это очень, действительно, для человека, видимо, большая ноша, большая, очень сложная. Потому что ты говоришь человеком, и все знаешь, что он думает. Лукавит, он обманывает, не любит. Ну, какие-то... Наверное, это нелегко. Это последнее интервью известного актера Бориса Хмельницкого. Очень давно судьба столкнула артиста со знаменитым пророком. Именно Вольф Мессинг сыграл в жизни известного актера мистическую роль. Он мне говорит, так, Борис Хат, ты приехал поступать в институт. Я говорю, да. В театральный. Я говорю, да. Тоже не уделился. Значит, так. А я уже сдал два экзамена, как бы первый тур прошел, второй. Когда пойдешь на последний экзамен, значит, ты перед этим узнай имена экзаменаторов. Имена. И мне там, чтобы я целый день и не думал, не внушал им. Ты мне позвони. Он говорит, ну, когда ты уже пойдешь уже туда, поближе уже к последнему, вызвать тебя, тогда мне перезвони. А я им скажу, чтобы тебя приняли. Типа этого. Но перезвонить у Хмельницкого не получилось. На экзамен его вызвали раньше, чем он ожидал. Времени не было, и Борис вошел в аудиторию. Экзаменационное задание Хмельницкий сдал на одном дыхании. Как будто кто-то был постоянно рядом и вселял в него уверенность. Я звоню ему, говорю, Вольф Григорьевич, понимаете, вот с Борисом все нормально, тебя уже взяли, тебя уже приняли. За свою карьеру Борис Хмельницкий сотни раз вспоминал слова пророка. Не бойся, Вольф Мессинг всегда с тобой. Хмельницкий и Мессинг виделись нечасто. И с годами актер понял, каким тяжелым бременем был для Мессинга его дар. Хмельницкий долго хранил тайну пророка, и рассказать о ней решился только перед смертью. Нагрузка огромная на психику человека, на... Это и благо, может быть, а может быть, и предвидеть все, и знать, что что-то случится, а человек помочь не может, может быть, или знать все о будущем, предположим. Не хотелось бы знать день своей смерти. Но Мессинг постоянно жил с этим знанием. Это был его дар и его поклятие. В 1939 году в Варшаве Вольфа Мессинга снова не отпускает странное чувство беспокойства. Пророк знает, скоро случится беда. Он с ужасом ждет очередного видения. Ну, как всегда, на секунду затормозил себя и ответил. Победа будет за Польшей, победа будет за Советским Союзом. О пророчестве Мессинга тут же донесли Гитлеру. Фюрер был в ярости. За голову ясновидца он назначил баснословную награду – 200 тысяч марок. Мессингу пришлось бежать из своей квартиры. Каждую ночь он менял гостиницы, ночевал у друзей, менял города и пытался изменить свою внешность. Но конспирация не помогла пророку. В один из дней его арестовали прямо на улице и бросили в одиночную камеру. Мессинг знал – если ему не удастся уйти сейчас, его ждет смерть. Напрягая последние силы, он мысленно заставил прийти в свою камеру находившихся в участке полицейских. Когда все они были внутри, Мессинг быстро вышел в коридор и закрыл на засов тяжелую дверь. Он бежал, переплыл через реку Бук, заплату, остался в Советском Союзе. Зимой 1939 года Мессинг тайно пересекает советскую границу и оказывается в Бресте. Без документов и денег пророк первое время вынужден ночевать в синагоге на полу. Неизвестно, как бы дальше сложилась судьба Мессинга, если бы однажды на улице к нему не подошли два человека в штатском. Сталин заинтересовал. Ему навязали, что вот такой человек перешел границу. И он это знает, это он знает, это он понимает. Хочу встретиться с ним. И он с ним встретился. Первая встреча Мессинга со Сталином длилась несколько часов. Вождь, конечно же, слышал о всемирно известном телепате и его предсказаниях. Но ему было необходимо лично удостовериться в силе и возможностях загадочного Мессинга. И решили, знаешь что, давай, говорит, пусть он пойдет в банк и получит такую-то сумму. Мой говорит, согласился, только чтобы были бы люди, а то получается он вор, и его обратно не выпустить ни туда, ни сюда. Составили комиссию, пришли в банк. Те все стояли, как будто пришли по делу. И мой врач подошел к человеку. Мессинг протянул кассиру, вырванный из тетради листок. Тот посмотрел на листок, затем поднял глаза на Мессинга и начал отсчитывать 100 тысяч рублей. Пророк молча забрал деньги и вышел из банка. Через минуту он вошел снова и протянул тому же кассиру пакет с деньгами. Зафиксировали, уписали, все в порядке. Надо это. Простите, вы хотите, говорит, обратно положить деньги? Он говорит, нет. А зачем вы мне их даете? Да вы мне их сейчас сдали. Как я его сдам? Вот так поняли, что гипнозом он владеет. Сталин быстро понял, что Мессинг может стать незаменимым орудием разведки. С его сверхспособностями можно не только узнавать планы руководителей Третьего Рейха, но и управлять их действием. Сталин приказал Берии собрать лучших ученых и во что бы то ни стало разгадать феномен Мессинга. Так, в начале 40-х, специально для изучения сверхвозможностей человека, в первом главном управлении при Совете Министров, был создан секретный отдел, в который входили академики Курчатов, Далежаль, Арцимович и Алиханов. Мой отец стал говорить о том, что вот их очень серьезная организация занимается передачей мыслей на расстояние, исследованием людей, которые обладают такими способностями. А он в это время работал в первом главном управлении при Совете Министров СССР. Эта организация занималась, можно сказать, наиболее важными вопросами обороны. И вдруг разговоры о Мессинге. С Мессингом обходились очень аккуратно. День и ночь гениальные советские ученые с помощью современных технологий, различных опытов и тестов пытались разгадать необычный дар Вольфа Мессинга. Но как ни старались академики, разгадать природу его способностей у них не получалось. Интерес управления к этим опытам возник под влиянием немецких опытов. Немцы, очевидно, что-то делали вот в этом плане. Разгадать физическую природу вот этой передачи мыслей. Но неожиданно для Берии с Мессингом возникли проблемы. Пророк наотрез отказался быть подопытным кроликом. Его не прельщала судьба придворного ясновидца. Но Берия не оставлял свои попытки. Время от времени Мессинг исчезал на несколько дней. Никто из близких не знал, где он и когда вернется. Он говорил, особенно о больших площадках таких. Оль, ты знаешь, что если когда-нибудь кто-то придет в штатском и заберет меня, ты продолжай работать, как ни в чем не бывало. Когда он мне раньше говорил это, я ведь никогда не работала полной концерты. У меня сразу было волнение и страх перед тем, как его... И когда он по-моему, я жду, жду его, нет, я уезжаю, допустим, на песчанку, жду его там. Когда вывозили пророка, с кем он встречался и что делал? Об этом Вольф Мессинг никогда и никому не рассказывал. Встречи проходили в строгой секретности. Никаких пропусков и протоколов. Ничего, что могло бы пролить свет на мистическую деятельность Вольфа Мессинга. И когда он приезжает изнеможденный весь, вот тут, конечно, он становится... Вы знаете, вот эти глубокие морщины, которые у него были, они были видны. И когда он начинал рассказывать что-то, и потом замыкался, он никогда не рассказывал об этом. Начнет говорить, но я знала, что он был там. Иосиф Сталин, хоть и верил в способности Мессинга, но до конца не доверял пророку. Вождю никак не давал покоя факт побега Мессинга из хорошо охраняемой немецкой тюрьмы. Он все чаще задавался вопросом, а не позволили Мессингу бежать. Не был ли он немецким шпионом? Разговор шел, 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 и дошел. Но как вам удалось, эти немцы, фашисты, вы могли удрать? Как вам это удалось? А я, говорит, их документизировала. Как? Ну вы же уже убедились там, что человек проходит мимо. Хорошо, я им сейчас докажу. Мессинг взял обычный лист бумаги и вышел из кабинета. Глядя на человека, стоящего у выхода, он медленно протянул ему листок. Мессинг управлял его мыслями и движениями. Человек в форме посмотрел на пустой лист бумаги и пропустил ясновидца. Беррия, подстойный, Беррия был. Они опешили. Ну, тогда такого человека надо беречь. И они берегли его. В СССР Мессингу дали лучшие площадки для его психологических опытов. Он гастролировал по всей России, часто посещал закрытые города. С какой миссией пророк задерживался там по нескольку месяцев, станет ясно позже. Существует старое определение сексот, секретный сотрудник, то есть негласный сотрудник. В законе об оперативно-розыскной деятельности упоминается общее собирательное слово конфидент. В отношении этого, то есть конфиденциальный сотрудник. Мессинг несколько раз в месяц посещал московскую квартиру военного дипломата Александра Игнатьева, который еще в дореволюционное время был руководителем российской агентурной разведки во Франции. А при Сталине стал генерал-лейтенантом. Я просто ссылаюсь в своей книге на Шенфельда, который в своих документальных мемуарах описывает, что Мессинг собирал информацию у населения, а затем передавал одному ответственному работнику спецслужб советских в центре города Москвы. Приходил к нему якобы в гости и об этом говорил. Вот такая вещь. Такой у них был контакт. Был ли Мессинг агентом НКВД? Рассекреченных документов, подтверждающих это, нет. Но один факт из жизни пророка позволяет сделать такие выводы. В начале 40-х годов Мессинг попал во внутреннюю тюрьму НКВД Узбекистана. Там проведено...